Привет, друзья! Меня зовут Натали, и я знаю, что многие мечтают пожить у моря. Либо, допустим, когда едут путешествовать, не знают, в каком городе остановиться. Поэтому сегодня я хочу рассказать об основных городах побережья Коста-дель-Соль, провинции Малага. Это Торрой Малинус, Беналь Мадена, Фуинхирола, Марбея и Степона. Я расскажу, чем они отличаются и чем похожи, на что обратить внимание. Малага самый красивый пляж находится в Пуэбло-Нерха. Пляжуха это в Малаге. Там даже в Кортнеглесе, в фруктовом магазине Иперкор, есть полки с русскими продуктами. И там самое дорогое жилье. Можно увидеть шведскую церковь. Здесь даже есть целый отель для представителей ЛГБТР. Поехать увидеть красивый замок Каламарес. Даже есть статуи Зураба Церетели. Поехали! Хочу начать. Одной из важных характеристик этих городов, это их расположение. Давайте посмотрим на карту, как они расположены. Конечно, самый ближайший город к Малаге это Торрой Малинус. Он всего лишь в 17 километрах. Дальше Беналь Мадена, 24 километра. Потом идет Фуинхирола, 33 километра. Затем Марбея, 60 километров. И затем Степона, 90 километров. Что я могу сказать? Конечно, самый ближайший Торрой Малинус, он располагается самый близкий к аэропорту. Потому что аэропорт в Малаге, он на выезде из Малаги, между Торрой Малинусом и Малагой. А Степона находится наиболее близко к океану. Если вам нравятся океанские пляжи, то, конечно, вам удобнее жить в Степоне. Если вы там часто хотите их посещать. И нам более быстро доехать. Также к важности расположения я отношу это, есть ли у вас машина или нет машины. Если у вас нет машины, то вы зависите, конечно, от общественного транспорта. А между городами этими добираться наиболее удобно, это от Торрой Малинуса до Фуинхирола. Потому что есть электричка, и она ходит очень часто, то есть каждые 20 минут. А между остальными городами, то есть только автобусы. Не знаю, почему ее не продлили до Марбея или Степоны. То есть она только до Фуинхирола ходит. Вторым важным критерием, конечно же, является стоимость жилья. То есть купить или снять жилье. Но эти все города прибрежные, они... То есть можно найти примерно одинаковую стоимость, что в Торрой Малинусе, что в Бен-Аль-Мадане. Больше всего, конечно, выделяется это Марбея. Считается таким фешенебельным курортом. И там самое дорогое жилье. Но там можно найти и не супер дорогое. Я просто сравнила для интереса. Можно зайти на сайт Идеалистно, где можно поискать жилье и посмотреть, сколько оно стоит. И, например, в Малаге, вот новый район университетский, там квадратный метр стоит 2200 евро. Самый фешенебельный, один из фешенебельных районов в Малаге, это Лимонар. Там стоит 2800 метр квадратный евро. А в Марбеи крутой район такой, есть Нуэва-Андалуссия, то есть Новая-Андалуссия. И там аж 3500 евро за метр квадратный. Марбея уже давно славится своим шиком. Поэтому и думают испанцы, что все русские такие богатые, так раз в Марбеи такой фешенебельный курорт. Ну что, о работе. Конечно, самые большие центры, где вы можете найти работу, это Марбея и Малага. И в Марбеи очень много русскоязычных фирм. Если вас это интересует, то есть не только испанские, то, конечно, удобно там жить. А так, допустим, если бы вы жили в Бенальмаде, Торе-Малинусе, Пуинхироле, можно добраться и до Малаги без проблем. Только вечером бывают пробки, например, при въезде в Торе-Малинус. Я это замечала, потому что там въезд, одна полоса и большущая пробка. Что касается культурной жизни, конечно, самая движуха это в Малаге. И вторым городом после нее идет Марбея. Но, как мне говорили мои подруги или знакомые, что в Марбеи, конечно, не так много культурных мероприятий. Конечно, нам есть театр, бывают концерты. Например, каждое лето устраивают супер музыкальный фестиваль, называется Starlight. Проходит обычно в июле-августе, в этом году также будет. Потом приезжают звезды. Обычно, конечно, бывают и из-за границы, в этом году нет, только испанские. Но, а в целом, конечно, все спектакли, музыкальные мероприятия, большая часть проходит в Малаге. Также бывает в Пуинхироле летом музыкальный фестиваль Марин Астром. Наверное, кто был в Испании, многие со мной согласятся, что тут обязательно нужно знать испанский язык. И английский вам не поможет. Поэтому я обратила внимание на школы языков. В каждом городе есть, конечно же, курсы по испанскому языку, обычно частные. И они стоят очень дорого. За неделю или за месяц вы платите большие деньги. Но в этом случае есть выход. Как я уже рассказывала раньше в одном видео, смотрите, есть официальная школа языков. Eskuela Oficial de Idiomas. Она есть только в Малаге и еще в Марбее. То есть там можно изучать очень большое количество языков. Не только испанский, так же английский, немецкий, французский. В Малаге вообще там есть даже китайский, японский. Если вам это важно, присмотритесь. Так же в Минальмадене есть тоже школа языков, но она неофициальная какая-то, как вот эта государственная школа. И она тоже такая полубесплатная. Мне кажется, там уровень пониже. Я в ней не была. Но если она бесплатная, то обычно там уровень обучения ниже. То есть рассчитывается обычно на начальный уровень. Так же в чем плюс этой школы официальных языков? То, что она выдает официальный сертификат на владение языком, который действует во всей Испании. Да, это не сертификат Дели, который действует во всем мире, но это сертификат, который действует во всей стране. То есть у меня вот уже есть сертификат Б2. Сейчас я учусь на С1. И так вы каждый год, то есть вы можете получить А1, А2, то есть когда вам нужно. Допустим, для получения гражданства достаточно всего лишь уровень А2. То есть закончить начальный уровень и все. Что касается климата, считается, что самый комфортный климат это в Марбей. Потому что там высокие горы, и они ограждают от холодных потоков. И там сохраняется более комфортный климат. И считается, что он лучше, чем в Малаге. Я думаю, еще одним из важных критериев для выбора города является наличие пляжа. Но все эти города имеют пляж, находятся на побережье Коса Дель Соль. Единственное, я не могу выбрать, какой пляж более красивый, потому что для меня они все одинаковые. Они все имеют такой же песок, как в Малаге, такой он сероватый, не очень красивый. Более красивые пляжи на океанском побережье в провинции Кадис. Там песок желтый, белый, очень красивый. А здесь, в провинции Малага, самый красивый пляж находится в Пуэбло-Нерха. Только там делать нечего. Это красивое Пуэбло, чтобы отдохнуть, но жить нет. И среди этих городов, которые Малинус, Бенальмадана или Марбея, Степона, я могу выделить только пляжи Бенальмадана. Лично для меня они более уютные, потому что есть много разных бухт. А в Марбея и Степоне пляжи такие более просторные, если вам нравятся. И ближе уже к океану, то есть на конце городов этих, они имеют другой цвет песка. Он немножко такой уже более желтоватый, более крупный. Если вам это нравится, а так я думаю, что критерий по выбору пляжа не важен в этом случае. Обычно многих интересуют также русские магазины. Они есть в каждом городе, но больше всего их в Марбеи. Там даже в Порт-Наглесе, в продуктовом магазине Иперкор, есть полки с русскими продуктами. Ну или там с Восточной Европой. Меня это очень удивило и поразило. Также, сколько бы плюсов не было у Марбеи, например, по ней очень неудобно перемещаться. Потому что город длинный, разбросан, в некоторых местах только шоссе, и вам обязательно нужна машина. То есть там пешком весь город не обойти. На автобусах, конечно, очень сложно. И если сравнить с другими городами, которые в основном можно все пройти пешком. Неважно, какие расстояния, достаточно комфортно. Я считаю, это очень неудобно. Ну а если вы ищете соотечественников, неважно, русскоязычных, русских, украинцев, они есть в любом городе. Например, русских больше всего в Марбеи. Там есть русская школа. Да не, кстати, тоже есть русская школа, мне кажется, даже, по-моему, библиотека. А в Малге, например, больше всего живет украинцев. И есть украинская школа. Это для сравнения. Ну а так, города очень интернациональные. Особенно Фуинхирола, Бенальмадена, Тори Малинс. В Фуинхироле живет очень много скандинавов. Там, если пройтись по городу, можно увидеть шведскую церковь. Либо там финский магазин. Там есть вообще скандинавские продукты, продаются. На пляжах Тори Малинса тоже можно увидеть, что какой-то пляж там голландский, там с голландскими флагами. И Бенальмадами также. То есть по кафешкам это видно. Ну вот я закончила с более-менее объективными характеристиками этих городов. Теперь хотелось бы рассказать о моих впечатлениях. Я была во всех городах. И хочу рассказать, что там есть, что мне нравится, что мне не нравится, какие там достопримечательности. Начнем с Тори Малинса, самого ближнего города. Тори Малинс – это вообще бывшая гей-столица Испании. Она известна с 70-х годов. Здесь даже есть целый отель для представителей ЛГБТ. И на пляжах. Также там есть пляжи с такими флагами, кафешки. Также известен в Испании еще есть город Сиджис. Но это уже в Каталонии, а в Андалусии – это Тори Малинс. Я не могу сказать, что Тори Малинс – очень туристический город в плане достопримечательностей. Мне там очень нравится. Есть дом Каса Навахас. Он красивый, в таком андалузском стиле. Сейчас это музей. И в него можно попасть бесплатно. Там с пятницы по воскресенье. Но вот остальные места, то есть особо нет ничего такого, что прям привлекает. Это обычный пляжный городок спокойный. В Тори Малинсе мне очень нравится. Есть такая скала, утес, где живут много-много кошек. Они уже такие ручные, городские жители. Все их кормят. Они не боятся людей. Как обычные испанские кошки. Прям милое место. Для меня одним из любимых городов является Бенальмадена. Он очень уютный и красивый. Там действительно много достопримечательностей. Можно начать с морского порта, где много яхт красивых. Либо поехать в старый город. Там белые домики, вид на море, на горы. Либо, например, поехать увидеть красивый замок Каламарес. Конечно, он новострой, но очень симпатичный. А еще в Бенальмадане есть дом бабочек. Есть мини-буддистский храм. А также фуникулер, который поднимает на гору. А еще в Бенальмадане можно попасть как будто в деревню. Есть такой парк Леополома, где по парку гуляют петухи, куры, кролики. Очень красивое место. Фуинхирола. Про Фуинхиролу я могу сказать что-то подобное, как Термолинос. То есть там нет особо много достопримечательностей. Там есть красивый замок, в котором как раз проходит каждое лето музыкальный фестиваль Мариностром, как я уже сказала. Также там есть много велосипедных дорожек. А так это типичный пляжный город. Тут нужно съездить и узнать, и посмотреть, что вам больше нравится. Друзья, ну я надеюсь, вы не забываете подписываться на мой канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а теперь перейдем к Марбэй. Марбэй это красивый город. Это не только шикарный курорт с вершинебельными яхтами в Пуэрто-Банус, например, и с бутиками Дольче Габбана, Диор. А также там есть тоже старый красивый белый город. Там каска Антигуа. Можете его посетить, посмотреть. Это как типичная далузская деревня. Также в Марбэй она очень разная. Я как говорил, что она уже очень разбросная. Там много полей для гольфа. Там есть целая аллея со статуями Дали. Вообще шикарные, конечно, необычные, как и сам Дали. Там даже есть статуя Зураба Церетели. Вы знали об этом? Ну в чем ее минус? Я уже говорила, что перемещаться по ней очень сложно без машины. Также нужно знать, где селиться. То есть есть ли какая-нибудь там Новая Анделусия, либо Золотая Амелья есть такое место. Там шикарный променант по морю. Мне очень нравится. Но так как это дорогое место, соответственно, и рестораны там все дорогие. Там есть мишленовские рестораны. Дани Гарсия. Это известный испанский повар, родом с Анделусии. Если вы не знали, у него много там ресторанов. По-моему, три штуки целых в Марбэй. Ну давайте теперь перейдем к Эстепони, последнему городу, самому дальнему от Малаги. Я бы сказала, это был бы обычный пляжный городок, как Тор-Малинес или Бен-Аль-Мадена или Фуинхирола, если бы его не разукрасили граффитисты. И он стал таким классным. Просто гуляешь по этому городу и видишь огромное количество муралов. То есть мурал это по-испански граффити на стене здания. Там они просто громадные. То есть это не какой-то маленький, то есть это прям целые картины на целый торец здания. Идешь по всему городу и ищешь эти картины, как в квесте. Также Эстепона. Это цветочный город. Чем это похож в этом смысле на Кордубу? То есть его улицы, украшенные цветочными горшками. Очень мило, симпатично, уютно. Также, конечно, у него есть и исторический центр, такой же белый. Похожий на многие города. И еще в Эстепоне есть оранжерея Орхидей. Сделано в таком современном здании, такое стильное. Я в нем, правда, внутри не была. Еще мы были вечером гуляли. То есть уже было закрыто. Но я бы хотела его посетить. А вам захотелось посетить Эстепону? Надеюсь, я вам смогла немного рассказать об этих чудесных городах. И вы сможете определиться, куда вам поехать, куда путешествовать, где остановиться. А может быть, все их увидеть одновременно. Каждый город по-своему интересен. Нужно, конечно, увидеть своими глазами. Друзья, если вы досмотрели это видео до конца, и оно оказалось вам полезным, поставьте, пожалуйста, лайк. И если вам нравится мой канал, также нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну что, до встречи в следующем видео. Адьес, пока!